Они защищают интересы и права людей элегантного возраста. В пятницу состоялась четвертая внеочередная конференция регионального отделения Союза пенсионеров России. На повестке дня выборы делегатов, которые представят нашу область на 7-м Всероссийском съезде пенсионеров. В рамках конференции вручили подарок семье Маньшиных, инвалидам детства, воспитывающим семерых детей. Александр Маньшин вступил в Союз пенсионеров совсем недавно. Узнал, что эта организация мне решила подарить холодильник и швейную машину. Мы очень рады, вся семья рада. Такой подарок придется по душе и супруге Марине, и детям, уверен Александр. Народный контроль, институт пожилого человека, дом, в котором продолжается жизнь. За время работы эти проекты не потеряли своей актуальности. В рамках конференции обозначили и задачи на будущее. По ряду вопросов мы усилием. На работу, например, проект народный контроль. Мы уже сейчас разработали ряд документов, где будем активно участвовать в контроле работы магазинов, супермаркетов, аптек. Продолжим работу в решении социальных проектов показания помощи слабо защищенной категории граждан. Они за счастливую и интересную жизнь людей третьего возраста. Институт пожилого человека – один из самых востребованных проектов. Для двух с половиной тысяч пенсионеров в этом году свои двери откроют факультеты информатики. В будущем бабушек и дедушек научат и общению со средствами мобильной связи. Ирина Шашкова, Антон Судженко, телеканал СЕИМ.